Кто тает? Кто тает? Решили наши вопросы все. Сколько можно? Это же не простуда, она не пройдет за неделю, две или за месяц. И даже не за год, это на всю жизнь. Ну неужели нельзя было это все решить как-то? Или нам снимать жилье, оставаться голодными. Или нам кушать, оставаться без крыши над головой. Вот три основных требования. Мы все ждем арендное жилье с правом выкупа. Сейчас жилье, которое нам предлагают, это арендное жилье без права выкупа или ипотека. Для нашей категории это невозможно. Потому что наши дети, наши дети инвалиды, они не смогут, когда вырастут, они не смогут работать. Они не смогут заработать себе на квартиру. Мы просим, чтобы для нашей категории сделали пенсионный возраст для одного из родителей опекуна, 50 лет, увеличить пенсионные пособия по уходу за ребенком инвалидом. Как я могу работать? Смотрите, он сейчас под таблетками сидит. Мы, я одна, например. Как мне хватает ни на что? Инвалидность, я беру, не поставлю, а келеты на все. Так кто же нам поможет, если не наше правительство? Поэтому мы обращаемся к Ельбасе, Нурсултану Абишевичу, Назарбаеву, Сенату, Дарье Нурсултановне, Тухаеву, Хасим Жумарту Кемелевичу и всем нашим дорогим, благородным. Я считаю, мы еще надеемся, поэтому мы вот так вот тихо, благородно выходим. Тех благородных наших депутатов, чтобы они встретились с нами напрямую, очень просто, и послушали нас, и побыли часок в нашей жизни. А стараемся вот до конца этой сети. Которого уже давно обещали, понимаете? Что означать давно обещали? Когда обещали? В 19-м году еще был разговор, вы постоянно говорите. Сейчас я подождите, подождите. Давайте по очереди. Нет, вот давайте все, чтобы справедливость. В декабре мы с вами встречались. Встречались. Да. Вы внесли предложение, подождите. Внесли. Извините, пожалуйста. Я вам говорил, еще когда мы с вами встречались в доме министерств, что эта процедура очень долгая. Зачем приходят в мир такие дети, особые, прекрасные, как солнце, красивые, добрейшие на свете, с улыбкой облаженной на лице? Зачем Всевышний их послал на землю? В жестокий мир озлобленных людей, которые не любят, не приемлят существование таких детей.